Белые против черных в тишине и полной сосредоточенности. На минувшей неделе в Суходоле на базе местного спорткомплекса был организован детский турнир по шахматам. Его мы проводим в основном в рамках нашей секции, секции поселка Суходол. Ну и приглашенные есть один человек из Сургута и один человек из Сельевска. Соревнование юных шахматных гениев было приурочено к 300-летию российской прокуратуры. Поэтому неудивительно, что именно прокуратура Сельевского района была идейным вдохновителем и организатором турнира. Нас привлекают шахматы, поскольку данный вид спорта развивает решительность, упорство, самокритичность у молодых людей. И это замечательно, что уже с такого раннего возраста они воспитывают данные черты характера, которые помогут им в будущей жизни. Всего в состязании участвовало 11 шахматистов. Им предстояло провести 6 туров по швейцарской системе. Одна из участниц – триумфатор недавних всероссийских соревнований, проводимых в Красном Яре Софья Засташкова. Учусь во 2-й сухотольской школе, в 4-м в классе. Ну, у меня и дедушка, и папа, и сестра играют в шахматы. Ну, я стала тренироваться. Ты какими фигурами больше любишь играть? Белыми или черными? Черными. А почему? Потому что там, когда ходят белые, ты выбираешь дебют за черных сам. Победа на таком высоком уровне стала первым подобным успехом сергиевских шахматистов – воспитанников детско-юншской спортивной школы за 17 лет. Я, конечно, ждал, что будет какое-то призовое место, надеялся. Ну, так удачно сложилось. Она выступила на старте турнира просто впечатляюще. И после седьмого тура она шла на четвертом месте. Соперницы в последних двух турах были сильнее. И даже с пятью очками она заняла уверенно первое место в своей красной группе. В этот раз Софья выступила также неплохо, но многие участники были ее старше. Поэтому четыре очка из шести возможных – хороший результат. Как итог второе место среди девочек Софья уступила лишь своей сестре Ксении. В абсолютном зачете перенствовал Евгений Брельков. Среди младших мальчиков первое место завоевал Станислав Кузнецов. Все участники получили дипломы и ценные подарки от организаторов. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».